Русфонд и ГТРК «Белгород» продолжают оказывать помощь больным детям. Сегодня она требуется четырёхмесячной Каролине Пронченко из Белгорода. О том, как подарить ребёнку шанс на выздоровление, расскажет Татьяна Ермоленко. Синостоз сагитального шва, скафоцефалия. Сегодня мама маленькой Каролины Екатерина Пронченко произносит диагноз дочки без запинки. Беда в семью пришла вместе с рождением малышки. Лоб у девочки выступал вперёд, а затылок был вытянут назад. Врачи говорили, это просто отёк лба в результате тяжёлых родов. Но Екатерина чувствовала, что всё гораздо серьёзнее. Материнское сердце подсказывало, что не всё нормально. Я начала ходить по врачам с месяца, до месяца не записывали, естественно. И невролог, спасибо ей огромное, единственное подтвердило мои какие-то догадки, опасения, что с ребёнком не всё хорошо, и сказала, что у нас кафоцефалия. Первые два года жизни человека его мозг активно растёт, поэтому кости черепа подвижны. При скафоцефалии они преждевременно ещё в утробе матери срастаются, и это очень опасно. Тесный череп не даёт развиваться растущему мозгу, что лечёт за собой нарушение умственного и физического развития ребёнка. 4 августа маленькую Каролину успешно прооперировали в Московском центре челюстно-лицевой хирургии. Провели микрохирургическую реконструкцию костей свода черепа. Сегодня малышка развивается нормально, но для успешной реабилитации необходимы специальные ортезы в виде шлема. Их будут менять по мере роста головы. У Каролины с рождения отмечается деформация головы, характерная для синостоза сагитального шва с кафоцефалией. Показано комбинированное лечение, реконструкция костей свода черепа с эндоскопической ассистенцией и послеоперационная коррекция черепа при помощи краниальных ортезов – шлемов. Рано сросшиеся швы рассечены. Ношение шлемов обеспечит анатомически правильное формирование головы. Стоимость лечения – 197 498 рублей. В семье таких денег нет. Помочь Каролине могут и наши телезрители. Для этого нужно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Информация о них на сайте Русфонда. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Андроид могут привести пожертвования через мобильное приложение. Именно от неравнодушных людей сегодня зависит здоровый рост и развитие маленькой Каролины.